Всем мое почтение, друзья. И вот сегодня, 12 декабря 2022 года, появилась информация, что от Семирона оштрафовали на 45 тысяч рублей за антивоенный пост. Поводом к административному преследованию послужило то, что от Семирона у первые дни войны России против Украины опубликовал фактические видео с антивоенным смыслом. И вот у меня вопрос. Как вы считаете, можно назвать ту страну, которая штрафует не за призыв к войне, не за то, что уничтожать каких-то там людей, а за то, чтобы идти к миру, не приводить к войне, стремиться решить все дипломатическим путем, стремиться, так сказать, не убивать себе подобных. Вот можно назвать ту страну, которая штрафует за призывы к миру? Я лично считаю, что нет. Я считаю, что нормальная страна не может это делать. Я хотел бы поддержать также от Семирона за то, что он выступает против войны в Украине и даже идет на множество жертвы в финансовом плане, в том, что он не может на своей родине фактически делать то, что хочет. Я лично считаю, что это очень важно. Хотя этот человек мог себе оставаться в сторонке и не иметь никаких лишений. Но как все умные люди понимают, что в сторонке быть нельзя. Война это как воронка, которая затягивает каждого, кто хоть как-то имеет отношение к той стране, которая воюет против кого-либо. И я лично считаю, что страна, в которой сажают за призывы к миру, фактически она обречена в будущем на гражданскую войну. Война в России и гражданстве неизбежна. И это только дело времени. И какой это будет война огромной, затронет всю территорию России или какие-то регионы, это лишь дело времени. Интересно будет посмотреть. Но то, что вот эта агрессия, которая фактически годами зарождалась в России, то, что хотели в России завести эту агрессию, эти пропагандисты, фактически она дала плоды. И рано или поздно при неудачах в Украине, в других регионах, где Путин затеял войну, это все взорвется в самой России. И гражданской войны не миновать. Это мое субъективное мнение. А вы вот как считаете? Я лично считаю, что войны гражданской не миновать. И вот такие вот штрафы, как от Семирону, как и другим людям, которые призывают к миру, фактически подавляют этих людей и взращивают людей, которые призывают к агрессии, к войне, к негативу. Я лично считаю, что кто посеял ветер, пожмет и бурю. Путин, если, конечно, его раньше не порешат, то увидит, что он посеял. Гражданской войны не миновать. Может быть, Путина даже ждет судьба Каддафи или Саддама Хусейна. А может быть, их всех там в Кремле накроют таким вот медным казом, которых еще, так сказать, в истории России не было. Я лично считаю, что в истории СССР, России и современности ждет Россию такой ужас, что даже самая воспаленная фантазия не может придумать то, что ждет Российскую Федерацию. То, что ждет ее развал, что ждет ее ввод различных военных контингентов. Это с Китая, с той же самой даже Финляндией в Карелию. Ну, это просто кошмар, что ждет Россию и к чему привел Владимир Путин эту страну. До новых встреч, друзья. Напишите ваше мнение в комментариях. Будет интересно почитать, что мы думаем все. Об этой ситуации.